Друзья, всем привет! С вами Виктория и канал Кулинарием с Викторией. И сегодня у нас телятина в сметанном соусе или телятина с грибами на сковороде. Ужин на скорую руку. Такой ужин готовится буквально за 30 минут и понравится всей семье. Сначала подготовим мясо. Я буду использовать мясо телятины. Точно такой же рецепт можно приготовить с любым другим мясом. Свининой, говядиной, курятиной. У меня 3 кусочка на 350 грамм. Я готовлю на 3 порции. Сначала мясо сбрызнем растительным маслом, чтобы нам легче было его замариновать. Затем мясо солим, перчим. И посыпаем специями по вкусу. Я посыплю сушеным чесночком. И вот так прямо все хорошо втираем руками. Когда я готовлю мясо, я всегда его вот так подготавливаю. Так всегда получается намного вкуснее. И оставляем мясо. Пусть оно у нас пока промаринуется. А мы займемся подготовкой других ингредиентов. Средние луковички мелко нарезаем. Средними кусочками, не очень мелкими, нарезаем шампиньоны. Два зубчика чеснока пропускаю через пресс. И мелко нарезаю зелень. У меня петрушка. Все ингредиенты подготовлены. Мясо уже промариновалось и вкусно пахнет специями и чесночком. Ставим сковороду на огонь. Выкладываем в нее кусочек сливочного масла. Чтобы сливочное масло не подгорало, поливаем сковороду немного растительным маслом. И выкладываем подготовленное мясо. Сначала обжариваем мясо на среднем огне до золотистой корочки. Минут 5 будет достаточно. Когда мясо подзолотилось с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону. Отключаем огонь. И хорошо обжаренную телятину. Все соки у нас запечатались внутри. Перекладываем на отдельное блюдо. Собираю из сковороды лишние подгорелости. При необходимости можно добавить еще немного растительного масла. И в этой же сковороде начинаю обжаривать лук. Обжариваем до золотистого цвета. Добавляем шампиньоны. Обжариваем на среднем огне, чтобы жидкость испарилась. Параллельно подготовим кипяток. Грибочки обжарились. Я подготовила 300 миллилитров сметаны. У меня сметана 25% жирности. Можно любой жирности, но лучше не менее 20%. Уменьшаем огонь. В сметану добавляю чесночок. Если для вас жидкости недостаточно, то подлейте немного кипятка. Смотрите, выбирайте ту консистенцию, которая вам нравится. Я добавляю на глаз. Вот так немного добавляю кипятка. Миллилитров 100-150. Вот так перемешиваю и смотрю на нужную мне консистенцию. Немного увеличиваю огонь. В наш сметанно-грибной соус опять выкладываю кусочки телятины. Друзья, совсем забыла сказать, соус нам нужно обязательно посолить. Желательно это сделать до того, как мы выложили в него мясо. Поперчить и добавить специи по вкусу. Сейчас сметанно-грибной соус начинает закипать. Снова уменьшаю огонь до минимального. Сейчас накрываю крышкой и оставляю тушиться минут 15 на маленьком огне. Не забывайте и учитывайте время приготовления, если вы готовите с другим мясом. Говядина и телятина готовятся подольше. Свинина или куриное филе побыстрее. Минут за 5 до приготовления добавляем еще больше зелени. Не забывайте о том, что по мере остывания соус станет гуще, поэтому жидкости добавляйте достаточно. Также сметанно-грибным соусом можно сверху полить гарнир. На гарнир у меня будет рис. Я всегда варю рис. Одну порцию риса на 2 порции воды. Наша телятина с грибами на сковороде готова. Отключаем огонь, накрываем крышкой и даем настояться еще минут 15-20. Получается очень-очень вкусно. Рекомендую вам приготовить это блюдо. Всем желаю приятного аппетита. Ставьте лайки. Не забудьте подписаться на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч!